Ребята, всем привет! С вами снова из Крыма Алена Бордовская. Сегодня будет мега интересный выпуск. Вы не ошиблись, здесь я буду снимать жилье за 400 рублей в сутки, и это не палатка. Но еще очень интересное это видео будет тем, кто не любит людные места, пляжи, где нужно нюхать друг друга пяточки и занимать место сосранья, так скажем. Сосранья такое странное слово. В общем, я сейчас нахожусь в пляже в Любимовке, и посмотрите, в 8 вечера на закате очень мало людей. Обязательно посмотрим, сколько здесь людей будет завтра в 11 часов дня, для пущей вашей уверенности, что здесь простора и места намного больше. А у меня сейчас такой красивый закат и волна. У меня уже доброе утро, я пришла в столовую, она находится на втором этаже, смотрите, сейчас буду с видом на море завтракать. И у нас тут объявление, опять с 4 до 8 утра у нас тут бомбу в море где-то там взрывали, и нельзя было купаться с 4 до 8 утра. И вот такая вот она столовая, приличненькая. Тут зона отдыха, телевизор, и вот такой вид. Ну, вот так он выглядит, мой завтрак. Омлет классический. Два куска хлеба с маслом. И чай в стакане в граненом, прям как в столовой. 128 рублей вышло. Ну, не считаю, что это прям дешево за такую порцию еды. Тут на выходе, смотрите, виноградники уже. Виноград скоро будет. Сейчас вот одела купальные шорты, очки курортника. И иду пляж смотреть. Время 11 часов дня, не вру. Поэтому посмотрим, сколько же у нас туристов. Севастополь и Любимовка. Это считается Севастополь. Как обычно, в Крыму не без стройки. Попадаешь вечно на стройку, потому что в Крыму все развивается, все строится. Даже старый кемпинг, который, кстати, единственный остался в Севастополе кемпинг. Здесь, в Любимовке. Ну, то есть, если вы в Севастополь приедете и решите остановиться в кемпинге оборудованном, то вы не найдете места. По крайней мере, я не знаю. И не читала нигде. Кроме как вот эта большая база в Любимовке. Администратор. Ну, тут вот номер я бронировала. Здесь есть медкомбинет, медпункт. Там столовая, вы уже знакомы. Здесь вот детская площадка. Сейчас я пройду, но я хочу сначала на пляж. Не взяла с собой полотенца. Ну, я, честно сказать, никогда практически с собой не беру полотенца. Потому что лучше высохнуть на солнышке и загореть еще, кто может. Это просто офигеть! Пустые пляжи. Кто заказывал? Вообще просто. Обратите внимание, какая широкая береговая линия. И сколько на этой линии людей. Это же вообще просто чудесно. Прямо все, как я люблю. Мы сейчас находимся на пляже от кемпинга, от туристической базы. А сегодня мы еще съездим в центр в Любимовку. Посмотрим, что там. Ну, какая инфраструктура, какие пляжи. Потому что многие севастопольцы говорят, что в Севастополе самый лучший пляж. Это как раз таки Любимовка. Ну, не считаю, что Любимовка это Севастополь. Потому что от моего дома сюда ехать минут сорок. Хотя, несмотря на то, что широкая линия такая, мне кажется, все-таки много людей. Одиннадцать часов. И это сейчас пик. Блин, вот же радует, когда вместо кучи шашлычных и пивнушек стоят спортивные турники для занятий спорта. Смотрите, очень даже пользуются спросом. Вот здесь переодевалки. Здесь вот есть еще переодевалки. Здесь есть небольшие навесы. Но, судя по всему пляжу, пляж весь открыт. И лучше приходить со своим зонтиком. Вот я советую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут еще есть такая фишка. Сам вот этот пляж, на котором я сейчас была, он бесплатный. Но пребывание вот может сюда на территорию попасть за 100 рублей с человека. Это не то, что проход. Здесь можно пользоваться инфраструктурой. Там вот есть столы, я попозже покажу. Ну и тут, в принципе, беседки большие. Мангальные зоны, можно мангал разжечь. Есть раковины, души, туалеты. То есть, ну вот, полностью вся инфраструктура для комфортного, например, какого-нибудь отдыха, пикника или еще что-нибудь такого. То есть, у тебя и море под боком, и стол вроде бы, и ты отдыхаешь с таким, ну, минимальным комфортом, который нужен. Это классно. И сейчас я иду показать вам домики. Вот такие вот они, видите, вот так вот выглядят со стороны, интересно. И вот как раз-таки такой домик стоит 400 рублей с двоих там. Ну, сейчас все увидим, расскажу. Ну, вот такой домик. Здесь матрас, постельное белье, подушки. Сейчас вот налетят и скажут, ужас, какой кошмар. Ну, вот вы представьте, на самом деле, вот в кемпинге с палаткой только встать 350 рублей на тихой бухте, ну, вот на поддоне. Так-то бесплатно, конечно, вот на поддоне, если вам дают 350 рублей с палаткой стоять. А здесь за 400 рублей у тебя домик с постельным бельем и с каким-то маленьким столиком даже есть. И, ну, в принципе, здесь света нет, но у людей есть розетки, они там, сейчас я покажу. Вот, вот смотрите, мангальная зона, здесь стол. То есть тут живешь, вышел. Здесь получается как кухня. Если у вас есть горелка или еще что-то, вот тут поставил горелочку, и тут у тебя казанок, все варится. Вот мангалы стоят, там еще с той стороны тоже еще один мангал. Ну, и вот такая вот зона для принятия пищи. В принципе, все цивильненько, везде есть урны, что радует. Розетки находятся там, там можно подзарядить свои телефоны, планшеты, ноутбуки. Я видела в Оленевке есть кемпинг, там тоже что-то 150 рублей с человека палатка, плюс отдельно 50 или 100 рублей за заряд... А, нет, точно, я вспомнила, там плюс отдельно 35 рублей зарядить устройство. Одно. А здесь это все, то есть ты можешь бесконечно там заряжаться, бесконечно там свои ноутбуки, кучу телефонов заряжать. Вот здесь есть туалеты, рукомойники. Душ здесь 24 часа, вот там вот открытый такой летний, там теплая вода, он все время работает. А горячий душ с 5 до 8, по-моему, сейчас я вот покажу то место, где заряжаются все. Вот так вот выглядят розетки, и вчера я даже видела, ну, во-первых, от чайника, тут кто-то уже забыл. Здесь даже мультиварки ставят, то есть ставят мультиварку, подключают, уходят, ну, кто-то может караулит. В общем, такой отдых культурно, при этом вроде бы ощущение, как будто ты в детском пионерском лагере. Вот кто был в пионерлагере, наверное, меня поймет. Прям такое ощущение, такой ностальжи, и, кстати, эти домики, по-моему, так и называются, ностальжи, которые мы сейчас посмотрели. Я бы вот с удовольствием остановилась вот в таком домике, вообще без вопросов. Ну, когда Мия будет постарше, когда ей будет год с лишним, потому что сейчас ее нужно постоянно мыть, постоянно подмывать. Она то в песке, то у нее в рот что-нибудь засунется, и постоянно вот это вот мыть надо. Поэтому без удобств, конечно, с восьмимесячными еще пока сложно, поэтому в палатке в этом году, ну, редко меня можно увидеть, если только быстро переночевать и убежать. Есть еще вот такие домики, тоже экономные, а есть вот прям вообще двухэтажные, огромные, большие. И мы сейчас посмотрим. Это эконом? Да. С холодильником. Холодильник. А, тут, получается, две комнаты и один санузел, да? Да, он общий на две комнаты. Можно посмотреть? И общий холодильник. Санузел с раковиной. И вот такая миленькая, ну, действительно миленькая комнатка. Две кровати. Но зато стоит он 1600, да? Это 1300. А, 1300 в сутки? Ну, за двоих получилось. Здесь двор, качельки. Я бы покачалась, но тут кто-то уже сидит, балдеет. Второй этаж есть с балкончиком. Наверное, мне кажется, второй этаж чаще берут. Второй этаж это четырехместные номера. А, на большую семью, да? На большую, да. Четырехместные на большую семью. Так как мы с ребенком, мы выбрали максимальный комфорт. Такой вот у нас номерочек. Это первая линия. У нас домик на первой линии к морю. Все тут такое свежее. Все новое. Зеркало. Ну, вообще здесь, по-моему, все новое. Здесь еще... Здесь телевизор такой. Вам тут переходник для плоского телевизора. Ну, наверное, все в будущем. Очень красиво. Кондиционер самое главное. Ну, вообще все удобства для меня и для ребеночка. Это самое главное. Смотрите. А, кстати, привет. Меня еще у нас не показывалось. Посмотрите, как здесь много этих домиков. Тут можно целую свадьбу поселить. Да, целую свадьбу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас отправляемся в центр Любимовки, посмотрим, что там из инфраструктуры, какой там пляж, какие там кафе и что там вообще есть. В центре Любимовки тихо, несмотря на то, что июль, жара, хотели... Короче, ищем где покушать и выбрали место с более таким ремонтом. Там написано отель, кафе, ой, Бильбек, отель, кафе, бары. Тут такой свеженький ремонт, может, наверное, и кафе нормальная. Ну да, такое. Ну да, приятно. Сейчас иду в другое место, потому что там цены кафе. Ну как, суп с лапшой 70 рублей, конечно. Ну, типа, недорого, совсем, абсолютно, совершенно недорого. Ну, хочется мясо. А, тут тоже хороший ремонт. Здесь вот комплексный обед, 200 рублей. Так, сейчас. Суп с фрикадельками. Тут реально есть фрикадельки, на удивление. Плов с курицей, компот и салат с морковой. Ну, я бы сказала, не салат, а простертая моркова. Тоже неплохо. Да, ну, чтобы вкусно было. У моря цвет морской волны. Круто, да? И очень мало людей здесь, как мы видим. Пляж Любимовка. Прямые трансляции чемпионата мира. Ну, тоже надо было посмотреть. Пляж Любимовка. Мне полюбился, кстати. Но людей здесь тоже немало. Я думала, здесь поменьше людей будет. Ну, июль месяц, как всегда, сезон высокий. И в этом году он реально высокий даже для Любимовки. Хотя, если от Эсиво туда чуть-чуть в горе, то там людей поменьше. Еще мне передали, что в Феодосии, на ЮБК, в Ялте... Холодное море. В эти дни нормально. Здесь, на северной стороне Севастополя, море нормальное, теплое и очень красивого цвета. Здесь такая смешная переодевалка. Если бы я была метр девяносто, и вы были бы парнем метр девяносто, то вы бы видели, как я переодеваю вверх. Но я переодеваю только низ, и я метр с панамкой. Как раз к вопросу температуры воды 22 градуса, воздуха 27, все нормально. Лежаки здесь стоят 150 рублей за сутки. Нормальная цена, в принципе. Ну, спасательные жилеты зачем они нам? Мусорки есть везде. Единственное, что переодевалок маловато. Раз, и вон там два, где я переодевалась. И, короче, везде очереди, и люди такие все недовольные, жарко. Тут в волейбол можно поиграть. Какие-то вот странные вот эти ларечки. И везде написано Севастополь. Чтоб не забыли, что ли, что мы находимся в Севастополе. Я не знаю, как это вообще. Отнести к меняющейся инфраструктуре пляжа. Накрытый почему-то батут. Наверное, сильно жарко. И он сдувается. Не могу понять, почему. А, ну, про большое количество туристов я рассказывать не буду. Потому что тем, кто сейчас в Судаке, например, или в Алуште, и они будут смотреть это видео, они скажут, Алена, да у вас просторно здесь. Узнала я, почем бананы. Почем бананы. 300 рублей место. Таблетка 350. Пока буду ходить, тут все вам снимать. Загорю, блин, нафиг. А я это дело не люблю. С восточной музыкой продают шашлык и бургеры. В такую жару вообще кушать не хочется. А в какую цену у вас шашлык? 150 рублей 100 грамм свинина и курица. Практически даром. Такого не встреча на ЮБК. А, еще забыла сказать, здесь в Любимовке везде интернет Е. Ну, IG, как я его называю. Не знаю почему, но это, блин, не очень круто. Это должен был быть красивый кадр. Шапок, красивый кадр. Клятят, красивый кадр. Ну, давай. Извиняюсь, что во море шумит в кадр. Но я должна поделиться своими... Это было неожиданно. Своими впечатлениями. Рассказывай. В общем, как мы сегодня могли заметить, в Крыму можно найти отдых и с проживанием 200 рублей с человека. И понятно, что там удобства будут на территории, что электричество будет на территории, но все-таки это не палатка, это койко-место. Причем ни жарко, ни душно. То есть я спрашивала тех, кто там живет. Девчонок, они говорят. Мы первый день отнекивались, думаем, боже мой, что за скворечник. А потом переночевали и сказали, что мы остаемся именно вот здесь, именно в домике. Каждый человек выбирает отдых не только по карману, но и по душе. Потому что я видела, что стояли иномарки возле домиков деревянных. То есть кому-то хочется именно такого экзотического отдыха. И все имеют на это право. Так что я в очередной раз доказала, что эконом-отдых в Крыму, он возможен. Даже возможно, что подешевле, чем где-то в Украине. Мой номер, правда, стоил со всеми удобствами около 3000 рублей. На самом деле здесь, в Любимовке, и лежаки дешевле, чем, допустим, в том же Судаке или Феодосии. Бизнес-обед вот этот вот за 200 рублей. Дешево, да, но плов там был, знаете, плов с курицей. А на самом деле он был с этими куриными спинками. Ну, кто женщины знает, суповой набор это не курица, это спинки курицы. Там, конечно, есть мясо, но у вас, ну и кушать это не очень важно. Так что эконом, он всегда есть эконом. Но если вы хотите дешево, очень дешево и экономно, то готовьтесь к тому, что это будет не всегда прям мега комфортно и не всегда прям мега вкусно, ну, нормально, терпимо. С желудком проблем нет дыла. Я сейчас в пик самый здесь лежу, вам все показываю. Не люблю солнце в пик, все знают. Пляж Любимовка записываю. Ай! Записываю пляж Любимовка в один из своих... О, ты мой! Любимых пляжей. Кстати, я составила топ своих любимых пляжей в инстаграме и буду делиться еще топ достопримечательностями в инстаграме, топ курортами, городами в инстаграме, вот буквально в течение этого месяца. Так что, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Ну все, душой из Крима с вами сегодня была Алена Бордовская. Всем пока! И море вам, море! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok